всем привет перед тем как мы начнем сегодняшнее видео у нас опять реклама и сегодня я вам хотел я вас хотел попросить зайти на канал ссылка наверху справа зайти на канал сергея сергей у нас начинающий молодой блогер из германии снимать у него к сожалению часто сейчас не получается у них в семье родился маленький ребенок и сами знаете каково когда рождается маленький ребенок зайдите посмотрите если вам не трудно подпишитесь поставьте пару лайков человек будет вам благодарен заранее всем спасибо так сегодня у нас тема чеки чеки значит кто смотрел видео называлась день день из моей жизни если не ошибаюсь недавно у меня вышло и там я съездил в строительный магазин купил пару деревяшек для дачи пару железок и мне присмотрелся один простенький гриль около дома иногда тоже грилем за 70 евро по моему я его тоже схватил не распечатал его вот только недавно спустя 10 дней подвале хотел собрать значит открыл все это рассыпалось много деталей там очень ну я смотрю смотрю на это нету инструкции по сборке машу за фигня посмотрел нету действительно инструкции по сборке пошел сел за компьютер нашел в интернете этот гриль нашел инструкцию по сборке к нему смотрю на инструкцию как что вижу значит пошаговая там всякие действия и потом смотрю решетка значит и осознаю что решетки то я что-то не видел гриле побежал опять в подвал посмотрел действительно нету на гриле решетка думаю что такое может на упаковке написано что без решетки я схватил что нету решетки у гриля посмотрел нигде ничего не написано смотрел на фотографию решетка нарисована короче оказалось что у меня видимо открытая была пачка она может быть раскрылась сама по себе потому что тяжелые детали внутри и видимо рассыпалась где-то не инструкцию значит эта решетка может быть куда-то завалилась фиг его знает что там произошло очень гриле естественно не собрал начал думать куда я дел чек посмотрел видео когда я снимал этот обзор то что я закупился чтобы попытаться понять у меня вообще есть такой пакетик с чеками но туда его не положил думаю неужели я начал подозревать что и раз я купил такую ерунду в строительном магазине там деревяшки железки ну а с грилем что может быть по идее да там толстый материал принципе ничего так много нету что-то может быть такого и думаю блин неужели я выкинул чек потом посмотрел вернулся слава богу повезло в машине лежит чек сейчас мы едем в строительный я запечатал все это обратно в исходное в исходный вид сейчас будем выяснять отношения в строительном магазине не переключайтесь обязательно вообще сообщу чем это закончилось второе у меня вчера упала моя новая камера sony значит эта камера стоит около 500 евро я на нее сейчас снимаю мне повезло отбился немножечко уголочек один может быть кто смотрит из германии кто-нибудь в курсе у кого-нибудь есть я уже заходил на один канал есть такой один великий популярный блогер семья тоже называется саша таня по моему и он говорил в каком-то своем видосе одном из последних что камеру за 2 евро по моему в месяц потому что он тоже все время на велосипедах везде у него там она есть большая вероятность что свалится и так далее что можно застраховать подскажите если кто курсах или можно экшн камеру застраховать на случай падения там или я не знаю что если своруют еще что-нибудь значит приезжаю в строительный магазин слышишь приезжаю в строительный магазин подхожу к информации повезло очереди не было говорю не в не мог на праздник грилить ага это что случилось я говорю решетки нету у гриля она горит хорошо тогда идите вот в тот отдел где продают гриле дала мне какую-то бумажку я прихожу в тот отдел там стоят значит тоже очереди нету вот когда не нужно до стоят три продавца и смотрят на меня значит нечем им заняться я говорю вот хотел грилить на праздник у нас позавчера был праздник поза позавчера были открыли гриль хотели собрать а там нет решетки они так смотрят на меня как нет решил я говорю ну вот так нет решетки говорю взял последнюю упаковку с полки и может быть выпало они смотрят короче уже видно недоверие какое-то я говорю понятия не имею что случилось стояли стали я говорю у вас есть там еще на стенде стоит значит собранный говорю можете взять решетку от того дать мне не надо мне какого нового там то что у меня и так новый он говорит ладно сейчас пойду вам решетку принесу ушел долго его не было думаю что такое сколько там нужно там пройти действительно недалеко и взять эту решетку возвращается короче красный он и так видимо алкоголик какой-то в пятнах весь слышишь он говорит какой-то своей коллеге тоже там где у нас инструмент такой-то такой-то говорит я не могу решетку вытащить с этого гриля я так просто думаешь за гриль такой решетку не может вытащить к же и чистить там но я не знаю что спрятать я говорю не может решила а он не до этого предложил взять гриль который там стоит собранный я говорю но в принципе большой сейчас машину мне занимать и не охота и так далее вместо я груз знаете что пойдемте посмотрим говорю может я его возьму все-таки покажу они собрали значит гриль неправильно и решетку вставили еще до того как стенку собрали и не той стороной и вставили решетку потом прикрутили стенку и решетку теперь нельзя вытащить из гриля. Я говорю, знаете что, говорю, я потерял час времени сейчас, чтобы не терять мне еще час, потому что там очень много мелких деталей, и я говорю, я возьму вот так, как он здесь есть. Короче, я взял гриль со стенда полностью. А вдруг они там его полностью неправили? Не-не, все, я посмотрел нормально. Сейчас я сниму, кстати, гриль. Ну, время потеряно уйма. К сожалению, мне не дали никакого подарка. Он говорит, ну вот как извинения, пожалуйста, вот примите наши извинения, возьмите тогда собранный гриль. Ну, в принципе, там его собирать, я думаю, часик было бы во времени. Но это для дома, вот такой вот маленький гриль. Вот это. Досталось вот с таким трудом. Вот тут еще написано со стенда, на какой полке его брать, если что. Обыкновенный грильчик. Мне он чем понравился, что он у него довольно-таки толстый. Сейчас гриль вот все тонкие идут и быстро прогорают. У него еще толстые довольно-таки металл. Вот эта решетка. Вот этой стороной она должна была вот сюда вот. Я сниму стенку и переставлю. Вот такие вот дела с грилем у нас поменяли. Так, сегодня я хочу немножечко полазить вот на это дерево. У нас они сильно выросли. Вот там я уже начал веткой срезать. Да, я сегодня взял пилу, не знаю, что я успею. Потому что мне нужно еще съездить по делам. И вот то тоже. Потому что уже вниз у нас очень мало света проходит. Ну, сейчас залезу, посмотрим. Может быть, вон там вот эту вилку как-то там спилю. Потому что тут нужно разрядить вот это все дело. Попилю немножко, потом покажу вам, как что изменилось. Вот, отпилили пару веточек. Отсюда немного, оттуда вот что получилось. И надо будет все это разбирать. Большие я уже чурбаки вот распилил. Пару веток и вот такая гора получилась. Ну, вот так у нас день к концу и подходит. Все. Тут мы все собрали. Пять-шесть веток и все. И на весь день работы. Все. Эти кучки сейчас соберем. А это я всего лишь перетащил вон туда. Будем все это перерабатывать на мелкие и крупные. Мелочь. Самая мелкая будем увозить. Прутики сжигать. А толстые оставим для камина. Вот так все это выглядит уже после переработки. Крупные отдельно будут лежать здесь средненькие. А сюда мы загружаем листья и прутики совсем маленькие. И увозим, потому что некуда складывать у нас. Было бы куда складывать, можно было просто валить все это. А так вот несколько веток спилишь и все. Работа на весь день и пол сада занято. Сейчас еще надо будет закупиться, поехать. хорошо, что дедушка. Стасик, Архимед или Архимед? Хорошо, что поприветствуй всех. Здравствуйте. Здравствуйте. Шею тут почесали у нас. Здесь дедушка. Кстати, мы сейчас столкнулись с такой проблемой. Мы играем в слова и Даша сказала слово Архимед. У меня по-русскому была слабая троечка. Архимед или Архимед мне кажется Д. Я помню как Архимед Д не Архимед Ты же. А как ты считаешь Шева? Шева хочет кушать. Она очень задумчивая. Смотрит. Короче, Архимед. Значит, на какую букву мне? Ну вот такой у нас денек получился с грилем. с дачей завтра воскресенье. Что на завтра? 6 октября. А я сказала Архимед. Когда выложу видео, не знаю, все снимаем, объектив весь в пыли. Но я надеюсь, что до Нового года выложу. Ну а вообще мои планы эти деревца вон на том уровне укоротить. Но это мне нужно будет залазить. Так что, ребята, спасибо за просмотр. и крепкого здоровья. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова